МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Поскользнулся, упал, очнулся. Гипс в регионе открыли счет первым пострадавшим из-за гололёжа. Служил на Кавказе, боролся с экстремизмом. Воронежской Росгвардии назначили нового начальника. Незадолго до Нового года в Кантемеровский район прибыли более полусотни благородных олень. И дольше века длится день. В Воронеже отметили 90-летие со дня рождения Чингиза Айкматова. Эти и другие новости в программе Воронеж. События-факты на 41-м телеканале в студии Антона Саечкина. Здравствуйте. К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое заметное за 180 секунд. Международные новости. В среду 12 декабря в Британском парламенте прошло голосование по вотому недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Глава Кабмина смогла заручиться поддержкой большинства однопартийцев. За проголосовали 200 депутатов. Против 117. Таким образом, Тереза Мэй смогла обезопасить себя от новых попыток поставить под сомнение ее лидерство на ближайший год, поскольку на протяжении 12 месяцев нельзя инициировать новое голосование по вотому недоверия. Причиной запуска процедуры голосования стало недовольство десятков консерваторов ходом переговоров правительства Мэй по выходу страны из состава ЕС. Европарламент принял резолюцию с призывом закрыть проект по строительству газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. В документе сказано, что «Северный поток-2», который идет в обход Украины, является политическим проектом и представляет угрозу энергетической безопасности Европы. 12 декабря аналогичную резолюцию приняла Палата представителей США. Конгрессмены потребовали ввести санкции в отношении газопровода и призвали правительство европейских стран отказаться от проекта. Новости ближнего зарубежья. Украинский боксер Александр Усик готов прийти на помощь монахам Киево-Печерской лавры в случае попыток радикалов захватить обитель. «Я встану на сторону монахов», приводит его слова телеканал 112 Украина. Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. Российские новости. В 20-х числах декабря пожилые россияне получат пенсии сразу в двойном размере. За последние месяцы этого года и за первый следующего. Сам же средний размер пенсии в нашей стране с 1 января 2019-го увеличится в среднем на 1 тысячу рублей. Деньги на эти цели у пенсионного фонда найдутся. Будут использованы средства, сэкономленные на продлении заморозки пенсионных накоплений. Правда, тратить все полученные деньги за новогодние праздники старикам не стоит. Ведь в январе пенсии им не будут выплачиваться, пишет МК. В России откроют два новых полигона для захоронения радиоактивных отходов. В Томской и Челябинской областях планируется строительство двух пунктов третьего и четвертого классов общей вместимостью свыше 360 тысяч кубометров. В новые хранилища для изоляции будут свозить радиоактивные отходы из Сибирского химического комбината и предприятия «Маяк», соответственно. Оба полигона необходимы для финальной изоляции опасных отходов, сообщает информагентство «Ура.ру». К происшествиям в регионе. По всей видимости, в Воронежской полиции продолжается чистка рядов, начавшаяся с приходом нового начальника областного главка Михаила Бородина. 12 декабря сотрудники ФСБ при получении взятки поймали очередного высокопоставленного полицейского. В служебном кабинете с поличным был задержан командир специализированной роты ДПС Александр Ливыкин. Взяли за побор из подчиненных. Пояснили порталу «Майо онлайн» в правоохранительных органах. В региональном главке МВД дали официальный комментарий произошедшего. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут выявлены причины и условия, способствующие правонарушению, а также проведению воспитательной работы, влиянию руководства управления ГИБДД на данное подразделение, по результатам которой, поверьте, будет дана самая жесткая оценка действия, либо без действия, в том числе непосредственному руководителю. Главное управление ВДР по Воронежской области благодарно всем ведомствам, которые принимают участие в выявлении лиц, порочащих систему Министерства внутренних дел Российской Федерации. Также будет благодарна и гражданам, которые своевременно будут информировать о подобных правонарушениях. Следственный комитет России по Воронежской области разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании жительницы города Лиски. По предварительным данным, ранним утром 10 декабря неустановленный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую приметы злоумышленника на вид 40 лет, рост ниже среднего, худощавого телосложения. Был одет в одежду черного цвета, куртку, шапку и джинсы. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в следственные органы или полицию. Конфиденциальность гарантирована. Региональные новости. Не секрет, что зима время повышенного травматизма. Согласно статистике, на зимний период приходится до 15% полученных травм с временной утратой трудоспособности. Только в ноябре из-за гололеда пострадали 360 жителей региона. Тему продолжит Галина Жукова. У вас травма на этих галетах была? Нет. Так начинается рабочий день заведующего травматологическим пунктом больницы скорой медицинской помощи номер один Александра Ковалева. На приеме у доктора Наталья одна из тех пациентов, кто стала жертвой гололеда на улице. Все произошло в считанные секунды вечером 11 декабря. У нас чуть подморозило, шла с пакетами из магазина и как бы в одну сторону и в другую. Такие случаи в зимний период не редкость. Наталья, можно сказать, отделалась легким испугом. Но такое везение бывает не у всех. Ну, страдают прежде всего конечности. Люди подскальзываясь, стараясь уберечь, как правило, голову от удара падая, выставляют руку, пытаются опереться на руку. Как следствие, перелом костей предплечья очень часто. Затем, перелом лодыжек, то есть повреждение в области голеностопного сустава связано непосредственно с тем, что стопа на скользкой поверхности подворачивается. Ну, кому повезло, тот может отделаться просто повреждением связок. Причиной травматизма в зимний период часто служат гололед, ранее наступление темноты и скользкая обувь. Больше, наверное, это касается женщин, потому что обувь с тонким каблуком, со шпилькой с какой-то, может быть, красиво, но непрактично во время гололеда. Вот, когда имеется снег и вот такие колебания, вот тут, конечно, надо обращать внимание на крыши, потому что каждый год случается, что к нам доставляют пациентов черепно-мозговые травмы при падении сосулек, наледи на голову. Увы, последствия таких травм могут быть самыми непредсказуемыми. Черепно-мозговая травма тоже это очень серьезно. От поверхностных повреждений кожи головы, это, пожалуй, самое легкое, что может быть, до, в общем-то, внутри черепных гематом и последствия могут быть самые плачевные. Только с начала этого осенне-зимнего периода в регионе уже пострадало порядка четырехсот человек. Это при том, что сильные морозы еще не наступили и число пострадавших еще не достигло своего пика. Случаются дни, ну, по прошлым сезонам, можно так отметить, когда через этот кабинет, через травмат проходит до ста человек. Вот таких не было еще дней. Пока мы работаем в штатном режиме через кабинет травматологического пункта, в сутки проходит где-то до 60 человек. В особой группе риска люди старшего возраста. Многие из них выходят из дома, прихватив с собой бадик, чтобы не упасть. Страшно и опасно. Вот хожу с палочкой, ставила вот штучку еще, чтобы ходить. Конечно, опасно. Нужно за дорогами глядеть, чтобы чистили. Свой совет пожилым людям дают и травматологи. Но может быть в такие дни, если вы видите, что на улице сплошной каток, ну может быть в этот день вообще бы не выходить на улицу, не рисковать. Но если беда все-таки случилась, то не следует откладывать обращение к врачу. Чем раньше человек после травмы обратится к специалистам, тем быстрее ему будет поставлен диагноз и оказана квалифицированная помощь. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Управление Росгвардии по региону возглавил новый начальник. Им стал 41-летний Александр Клименко. 13 декабря состоялось официальное представление руководителя. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Подколзин представил нового начальника территориального органа Поворонежской области. Приказом директора федеральной службы на эту должность назначен полковник полиции Александр Клименко. Александр Клименко 23 года на службе в органах внутренних дел и 15 из них в специальных подразделениях по противодействию преступности и экстремизму. В 2018 году окончил Академию Генерального штаба. Современные внутренние внешние угрозы наверное прозывают к тому, чтобы обеспечить все-таки достойную готовность подразделения к выполнению задач. Поэтому я думаю опыт мой пригодится только в том, чтобы подготовить личный состав управления к скажем так выполнению задач если возникнут и будет такая необходимость. Всемирное содействие и помощь новому начальнику управления Росгвардии пообещал начальник главного управления МВД по Воронежской области Михаил Бородин. Управление Росгвардии по региону кратко подвело итоги своей работы в 2018 году. Это в том числе задержание сотен преступников а также изъятие десятков единиц оружия и миллионов рублей незаконных средств. Награды за отличие на службе вручили целому ряду сотрудников и служащих Росгвардии. Вячеслав Запорожец Валерий Бобкин 41 канал. В канун Нового года в Кантемирский район прибыли благородные олени правда без Деда Мороза и подарков. Всего 52 особи 50 самок и 2 самца. Как животные перенесли длительную поездку и зачем их привезли в наш регион из Венгрии расскажем в следующем сюжете. Трое суток в пути и животные наконец на воле. Если самцы ретивы бросились вперед то самок пришлось выманивать. Приманка для животных не соленая а сладкая из яблок. На здоровье благородных парнокопытных проверили инспекторы Росельхознадзора. Животные находятся в Кантемирском районе Воронежской области в данный момент на карантине. Предприятие заводчик является общество сохранения ответственности продвижения. Животные в Венгрии прошли 30-дневный карантин. Прошли все необходимые исследования обработки от паразитов внешних дегерметизацию вакцинирован от бешенства. При выгрузке павших животных травмированных не было обнаружено. По словам руководителя компании продвижения олени привезли из Венгрии в нашу область для разведения. Возможно благодаря новым сородичам популяция благородных животных вырастет в Воронежской области. Сейчас олени обитают только в Усманском Бару. Так что наш климат для животных самый, что ни на есть пригодный. Они к снегу и к морозу адаптированы. В Венгрии не все некоторые районы неблагополучны по блютангу. Но вот эти животные которые завезены из района благополучны по данному заболеванию что подтверждает ветеринар сопроводительный документ. В переводе название болезни означает синий язык который вызывает вирус поражающий слизистой ротовой носовой полости что приводит к лихорадке вплоть до поражения конечностей. Федеральная служба подтверждает все животные здоровы а это значит уже в новом году возможно мы увидим молодое пятнистое потомство. Произведения этого писателя издаются на 157 языках. По популярности переводов он занимает третье место в мире после Шекспира и Толстого. Нет, это не Пушкин это Чингиз Айтматов классик киргизской и русской литературы. 12 декабря в областной библиотеке имени Никитина состоялся творческий вечер посвященный 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. На мероприятии побывала Яна Дмитриева. Этот писатель с мировым именем награжден более 40 государственными наградами. Его именем названо около сотни улиц не только в России и на родине писателя но и в других странах мира Узбекистане Казахстане и Турции воздвигнуты памятники присвоенные именно театрам школам и скверам. Самые популярные его произведения «Плаха» и «Дольше века длится день» «Джамилия» и «Белый пароход». 90-летие Чингиз Айтматов это вот если мы не проводили бы этот мероприятие это нам непростительно потому что так как по всем миру проводят сейчас 90-летие Чингиз Айтматов поэтому мы тоже решили отмечать этот юбилей. Организаторами творческого вечера выступил филологический факультет ВГУ и Воронежская общественная организация киргизов «Мураз». Вкусные национальные сладости приготовили представители киргизской диаспоры студентки аграрного университета. Проведен конкурс сочинений по произведениям Чингиз Айтматова к нам поступило более 40 работ и это очень важно привлечь внимание и очень интерес современной молодежи творчества этого замечательного писателя. Айтматов был не только великим писателем но и талантливым журналистом открыл небольшой народ киргизии всему человечеству сначала через родной язык а потом конечно через русский который стал для писателя вторым родным. 10 лет прошло с тех пор когда его не стало однако к сожалению сегодня русский язык нуждается в защите и поддержке таких талантов каким был Айтматов русский язык конечно же в настоящее время находится в непростом положении но тем не менее нельзя сказать что с ним происходят какие-то трагические процессы процессы драматические но они скорее говорят о жизни те болезненные процессы которые идут они говорят о том что все-таки русский язык находится на взлете своего развития это очень непростой период но этот период свидетельствует о том что мы переживаем возрождение интереса к русскому языку пока жив русский язык будет жить и процветать литература Яна Дмитриева Дмитрий Хлебный 41 канал А сейчас прогноз погоды в Воронеже и Воронежской области В пятницу 14 декабря ожидается похолодание пойдет небольшой снег минус 1 в Бодрове и Павловске 2 градуса мороза в Бугучаре Бутерлиновке и Лисках минус 3 и также небольшой снег в Борисоглебске Нижнедивицке Острогорске Россоши и Синелуков 4 градуса мороза в Рамоне и Хохле В пятницу в Воронеже минус 2 и небольшой снег Подует ветер северо-западного направления скоростью около 2,5 метров в секунду В течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения В церковном календаре это день почтения памяти пророка Наума жившего в 7 веке до нашей эры в Галилее Наум известен тем что написал книгу пророчеств 14 декабря на Руси святому Науму молились о мудрости прося наставить на ум надоумить этот день в деревнях и селах считался началом учебного года зимой у крестьянских семей было немного работы а потому можно было уделить внимание образованию в этот день в дом родителей являлся учитель которого встречали с почетом и сажали в передний угол избы затем отец передавал ему своего сына с просьбой научить уму разуму озоленность наказывать это все на сегодня ждем от вас обратной связи звоните нам по телефону 206-9406 пишите по электронному адресу который видите на экране также ждем вас на официальном сайте 41 канала смотрите Воронеж события факты на телеканале вместе в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени а также на нашем канале в интернете а я с вами прощаюсь до встречи в эфире 41 телеканала субтитры